Макияж и прически ведущих сделаны профессиональным стилистом Анны Визард. Стань неповторимым вместе с Анной Визард. Ребята, вы понимаете, что меньше чем через неделю лето? Ну, лето. Что тут такого? Просто лето. Ну, в смысле, что такого? Все, наконец-то на Волгу будем ездить, купаться, летние сарафанчики, отдыхать. А у кого-то это время плотной работы. Ну, не знаю, кому сейчас легко. Раньше вон три месяца отдыхали, полностью вообще летние каникулы, школа. Было хорошо. Ну, вообще, у тебя скоро, возможно, появится повод вернуться в детство, потому что Минздрав предлагает продлить период детства до 30 лет. Это вообще сейчас хорошая новость. Подожди, как с этим? Ну, смотри, это связано с продолжительностью жизни, с увеличением продолжительности жизни. Если во время Великой Отечественной войны детство составляло 14 лет, позднее, в 60-х, 70-х, 16-х, на данный момент детство это до 21 года, а в перспективе году к 2030 будет до 30 подленного детства. Я думаю, что у меня в последнее время тянет все в куклы поиграть, я все смотрю по магазинам, хожу, такие барби красивые, все понятно. Детство это продлевается, друзья, скоро будем долго отдыхать, ну, а пока работайте. Мы, кстати, приготовили летний конкурс для наших телезрителей, поэтому пошли заезжим условия. Ой, здорово, пойдем. В этом выпуске Мир Интерактивного ТВ. Лучшие кассовые онлайн-терминалы или лайфхак для индивидуальных предпринимателей. Секреты женского здоровья, кастинг-новый конкурс красоты, невероятное цирковое шоу, талантливые дети Самары и вагон позитива. Провожающие могут остаться. Всем привет! Как вы знаете, спрос рождает предложение. Ну, а что же тогда рождает предложение? Предложение рождает возможности. Ну, а возможности это синоним интерактивного ТВ. Сегодня просто смотреть телевизор уже неинтересно. Хочется фишечек и примочек, чтобы можно было взять и поставить фильму лайк и рассказать про него друзьям. Причем не едя для этого к ноутбуку, а прямо вот с пульта. Все сделать, не вставая с дивана. И чтоб с него же и погоду, с пробками посмотреть и вообще что угодно. Да хоть перемотать эфир назад, в вчерашний день. И чтоб записывал любимые программы, и чтоб каналов было море. И чтоб, если вообще все надоело, взять и включить караоке и вдоволь поорать. Невозможно, скажете вы. Интерактивное ТВ, скажу я. Добро пожаловать в мультимедийный супермаркет. Представьте, мы приходим с вами в магазин. А в этом магазине очень небольшое количество товаров. И нам в этом магазине будет, откровенно говоря, скучно. Любое интерактивное ТВ, это увеличенная возможность и увеличенные потребности. Реализация своих потребностей. Вот это очень приятный такой момент, который позволяет именно интерактивное ТВ. Мало того, что мы можем увидеть больше. И кроме этого, мы можем еще и посмотреть то, что именно мы хотим. То именно время, которое мы хотим. Ну и самое интересное, перемотать то, что нам неинтересно смотреть. К слову о магазинах. В видеопрокате интерактивного ТВ можно такую скидку урвать на фильм, который идет в кино. К тому же и ходить никуда не нужно. Открывайте домашний кинозал для всей семьи. По такому случаю рекомендую просмотру мультфильмы. Тем более, что современные мультики порадуют не только детей, но и взрослых. Да и актуальность в них зашкаливает. Как вам первобытные люди, играющие в футбол с более прогрессивной цивилизацией? Нашу сборную не напоминает? Как бы то ни было, без улыбок никто не останется. Ну а нашей сборной мы желаем успехов! Свинтус, жди здесь, а я прошмогну тихонечко. Успехов и вам! Играйте в футбол, смотрите интерактивное ТВ. Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно по телефонам, указанным на экране или на сайте www.rt.ru Всем доброе утро! В эфире последний весенний выпуск программы «Апельсиновое утро». Следующий раз мы выйдем уже летом. Ну а пока мы будем провожать весну, хвалиться друг перед другом, кто насколько похудел к лету. Ну и, конечно, бодрить наших телезрителей этим чудным майским утром. С вами сегодня Лена Недялкова и Николай Демровенко. Друзья, мы обещали рассказать вам про условия нашего замечательного летнего конкурса ВКонтакте. Да, точно, друзья, заходите к нам в ВКонтакте, группа «Апельсиновое утро», смотрите наш пост и выиграете прекрасный билет на фестиваль дикой природы. Условия таковы. В комментариях под постом о конкурсе в нашей группе ВКонтакте не забудьте поставить свой порядковый номер и ответить на вопрос, за что или почему вы любите лето. В стихах, в прозе, в каком угодно. Как вы захотите, в общем. Друзья, уже итоги подведем 28 мая в понедельник. Ждите, участвуйте, выигрывайте. Лен, слышишь? Что? Ну вот это вот слышишь? Что я должна слышать? Это вздох облегчения. Это выдохнули сегодня, может быть даже вчера, ученики, учителя, режиссеры последних звонков, потому что на этой неделе последние звонки отгремели. Друзья, я поздравляю вас, школьники, поздравляю вас, родители, и желаю сдать успешно экзамены ЕГЭ и поступить на бюджет. Если честно, ЕГЭ напоминает мне, ассоциируется у меня умное слово, с утконосом. Страшненький, непонятный. Есть ощущение, что его слепили из двух нормальных экзаменов, и непонятно зачем. Это действительно очень большой стресс. Ну, друзья, пейте валерьяночку, все будет хорошо, ешьте апельсины, вы сдадите. Но те, кто сдаст, будут похожи на прекрасных снежных барс. Почему? Потому что они будут такие же милые и хорошие. Они просто будут красавчики. Кстати, на Алтае сегодня отмечается День снежного барса. Очень крутые животные. Вот мы сейчас покажем даже нашим телезрителям картинки. Грациозные, мощные. Как они кулакаются. К сожалению, очень немного осталось снежных барсов на нашей планете, но я надеюсь, что человечеству удастся сохранить этих больших кошек, которые в прыжке, друзья, могут преодолевать ущелье шириной от 8 до 10 метров на секундочку. Ну, я тебе скажу более того. Не только снежные барсы умеют такие трюки выполнять. Нет, ну, в основном это снежные барсы и я. Ну, еще пару человек. В основном все. Ну, например, акробаты в цирке, друзья. Давайте посмотрим. Современный мир преображает не только высокие технологии. Эволюционирует все. Индустрия живых выступлений не исключение. Живые выступления по масштабности и спецэффектам сегодня не уступают лучшему голливудскому блокбастеру. Огромная сцена, десятки артистов, киловатты звука и света. Вот далеко не все ингредиенты настоящего успеха у зрителей. Однако у всего есть своя цена. И такое зрелищное шоу обходится его сотрудникам и исполнителям ежедневным кропотливым трудом. И речь не только о тренировках артистов, но и об обслуживании шоу. К примеру, монтаж постановки ОВА длится от 12 до 15 часов. Им занимаются накануне премьеры. В туре шоу работают 25 технических специалистов. В день монтажа нанимают на месте еще от 60 до 80 человек. И сначала делают маркировку, потом собирают акробатическую решетку и подвешивают ее. Под ней собирают собственную сцену шоу. Затем стену, которую вы видите на заднем плане. На ней выступают исполнители финального группового номера. А еще стена служит гигантской проекционной поверхностью на протяжении всего шоу. Для целостного восприятия любого шоу огромное значение играют не только сцена, декорации, костюмы, световое решение, музыка, но и грим, который создается индивидуально для конкретного исполнителя. Учитывая цвет и тон его кожи, черты лица, исполняемый на сцене образ и другие вещи. Каждый артист сам наносит себе грим, следуя пошаговой стратегии. Этому учат на специальных мастер-классах в Монреале. Как смешивать цвета, какими кисточками в каждом конкретном случае пользоваться, как наносить основу, как использовать мышцы лица, чтобы нанести грим таким образом, чтобы он максимально выражал эмоции персонажа. Ова показывает один день из жизни насекомых. Они трудятся и едят, ползают и порхают с цветка на цветок, играют, дерутся и, конечно, ищут любовь. В этой поразительно разнообразной среде обитания царит шум и гам, который изредка сменяет тишина. Скрытый, потаенный мир у наших ног предстает перед нами нежным и странным, шумным и спокойным, мирным и хаотичным. С каждым восходом солнца необыкновенное царство насекомых пробуждается ото сна, и все начинается снова. Дорогие телезрители, сегодня Всероссийский день предпринимательства предпринимателей. Поздравляем вас искренне с этим праздником. Всех ИП, ООО, ОАО и прочие бизнес-абремиатуры с праздником. И сегодня в честь этого дня мы проведем небольшой ликбез для наших маленьких бизнесменов. Я, конечно, имею в виду малый бизнес. Друзья, у нас в гостях Сергей Карпов, официальный дистрибьютор смарт-терминалов в Самаре, и Вячеслав Земляков, представитель завода-изготовителя этих самых смарт-терминалов. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Расскажите, в первую очередь, для чего и кому нужны эти онлайн-кассы, терминалы? Смотрите, у нас на сегодняшний день по принятию закона происходят три реформы. Первая дата реформы была 1 июля 2017 года, когда все должны были перейти. Это те, у кого ранее были кассы, то есть кто работает на основной системе налогообложения. Вторая реформа – это июль 2018 год. Соответственно, все те, кто работает на ЕНВД и патенте, переходят, должны перейти до 1 июля. Третья реформа – это 1 июля 2019 год. Переходят все самозанятые, ну и те, кто является самозанятым. А самозанятые – это безработные, по сути? Ну, можно так сказать, неофициально трудоустроенные, да. Или, если не имеется, сотрудников наемных, то есть рабочих в штате. Налоги будут платить все? Это неизбежно. Это неизбежно. А, Сергей, скажите, пожалуйста, вот у меня к вам такой вопрос. С чем связаны вообще наличие и такое большое этих терминалов сейчас у нас в Самаре, и какие плюсы основные? На самом деле, связано это с тем, что по новому законодательству все предприниматели, да, как сказал уже коллега, должны быть, должны поставить себе вот такие вот смарт-терминалы. Но смарт-терминал, смарт-терминал рознь. Это онлайн-кассы некие, правильно? Это онлайн-кассы, да. Но тут есть целый комплекс, то есть к этой онлайн-кассе прилагается магазин приложений, который, в общем-то, эксклюзивный, и он есть только для вот таких касс. И у них еще есть свой штат программистов, которые делают полезные приложения. Эти приложения влияют на прибыль, влияют на то, что человек, предприниматель, несет меньшие затраты, что он может контролировать своих сотрудников и, в общем-то, быть в курсе всего. То есть, в принципе, не нужны дополнительные люди, чтобы ввести весь этот учет, это сразу онлайн отправляется в налоговую? Да. Можно отказаться от этих терминалов? Отказаться не получится, можно платить штраф, и, конечно, если у человека есть много-много денег на все это дело, то он может каждый месяц... А покупка неизбежна. Приобретая такую технику, собственник бизнеса уходит от различных тетрадок, да, экономит куча времени, соответственно, он модернизирует весь свой бизнес, переходит на новый уровень. Мы живем все в цифрах сейчас, соответственно, каждая там минута, она очень для нас там, для бизнесмена, она очень дорога. Соответственно, приобретая терминалы и используя все эти приложения, они экономят кучу времени. Есть узкоспециализированные приложения, направленные на конкретный там бизнес, на продажу интернет-магазинов, да, соответственно, идет интеграция. Это интеграция с товароучетными системами, 1С, XL и множество других... То есть это еще и немножечко заменяет бухгалтерскую работу? Да, совершенно верно, это экономит. То есть можно не держать в штате бухгалтера, а можно именно работать с помощью приложения и работать через аутсерсинг бухгалтерии. Ну, это снимает много головной боли, на самом деле. Ну, сколько стоит такой аппарат? В среднем? Смотрите, средняя цена по рынку 18 тысяч рублей. Также мы говорим о том, что государство приняло закон о компенсации за онлайн-кассу для индивидуальных предпринимателей. Соответственно, для этого необходимо до 1 июля приобрести онлайн-кассу. Какого года? Этого, 2018 года, соответственно, это для индивидуальных предпринимателей действует. Они должны приобрести онлайн-кассу, зарегистрировать ее в налоговой службе, поставить на учет. Таким, тем самым они смогут получить налоговый вычет 18 тысяч рублей. Фактически касса достается бесплатно. Вот, 18 тысяч рублей ее стоимость и 18 тысяч налоговый вычет. Таким, тем самым предприниматель, ну, можно сказать, ничего не теряет, а только приобретает дополнительные возможности для модернизации своего бизнеса. Ну, и опять же, все по-белому, все открыто и прозрачно. Мне кажется, это очень удобно. Да, совершенно верно. Очень большой плюс до 1 июля. Не забудьте. В пенсии, друзья. Есть еще очень большой плюс. Там, как показала некая аналитика, сейчас при использовании данных терминалов, при подключении эквайринга, то есть это оплата картами, рост прибыли увеличивается, то есть, соответственно, там, где есть оплата карт, прием картами, то прибыль вырастает где-то в 1,8%. То есть, средний чек растет, потому что там конечный потребитель проще прощается с деньгами. Неплохо, неплохо. Спасибо большое за такую информацию. Для тех, кто заинтересовался, а заинтересовались, я думаю, 100% предпринимателей, которым, видимо, в любом случае придется покупать онлайн-кассу, мне кажется, что вот касса, которая сама ведет ваш бухгалтерский учет, это действительно находка. Помощник ваш. Мы сейчас расскажем, где, как можно купить такой аппарат. Покупайте онлайн-кассы нового поколения у официальных партнеров изготовителя терминалов Эватор в Самаре. Эватор ККМ. Умное решение для успешного бизнеса. Лена, ну ты же знаешь, что касса – это хорошо, но есть вещи, которые не купишь. Ну, это что, например, любовь? Вообще-то я имел в виду санкционный сыр, но да, любовь и здоровье тоже не купишь. Вообще, не надо покупать красоту, ей нужно любоваться, чем мы сейчас и займемся. Преодолеть все волнения, перебороть все страхи и сделать это самый главный шаг в своей жизни. Об этом мечтает каждый. Следующий. Смелее, смелее. Поэтому, когда ты приходишь на кастинг, это уже маленькая победа. В первую очередь над собой. И если жюри увидит в твоих глазах эту готовность бороться и идти до конца, то ты обязательно получишь свой шанс. Во-первых, хотелось попробовать свои силы, попытать. Да, ну и хочется тоже победу. Я работаю юристом, являюсь матерью двоих детей. И, наверное, в 35 лет это еще не порог, когда можно испытать все свои силы и доказать, что мать двоих детей в 35 лет, в принципе, может еще радовать мир красотой. И шанс порадовать своей красотой появился у многих благодаря новому конкурсу, который совсем скоро пройдет в Самаре. Ведь такой масштаб и размах красоты будет в нашем городе впервые. Возрастные рамки участников невероятно широкие – от 4 до 40 лет. В этом конкурсе будут собраны сразу 4 категории – мини, мисс, миссис и мистер. Он также является отборочным этапом на всероссийские и международные конкурсы. Чем он будет отличаться от других конкурсов? Это, конечно же, своей масштабностью, так как у нас в жюри будут сидеть российские звезды. Приглашенный и специальный гость – это Анна Седокова, которая нас порадует своим присутствием и будет сидеть в качестве члена жюри. Ведущая у нас Анна Калашникова, известная певица и модель. Также Борис Бурдаев – это солист группы «Братьев Гримм». Конечно, путь до подиума не обещает быть легким. Ведь главный критерий здесь – неотразимая внешность. И многим, даже подтянутым участникам, придется поработать над собой. Конечно, похудеть достаточно непросто, но если есть цель, уверенность в себе, мотивация, можно взять себя в руки и за такой вот период, который остается буквально два с половиной месяца до конкурса, можно сотворить что-то невероятное. И я уверен, что-то невероятное ждет нас и на финале конкурса красоты. Впервые в Самаре конкурс красоты «Куин-2018». 30 мая – последняя волна кастинга. Приходи, пока не поздно. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град». Только что мы посмотрели на невероятную красоту, на масштабный конкурс красоты, который проходил в нашем городе. Но, Лен, согласись, важно быть не только красивым человеком, но и, самое главное, здоровым человеком. Конечно, всегда, даже в любые праздники мы желаем здоровья в первую очередь. И у нас в гостях сегодня врач-акушер-гинеколог, хирург Алексей Игнатьев. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Я слышала разные мнения о том, как часто нужно посещать врача-гинеколога. Все-таки скажите, с какой периодичностью нужно обращаться? Ну, стандартный период обследования женщин, девушек, он составляет где-то год. То есть раз в год нужно обращаться к гинекологу, раз в год нужно происходить стандартное обследование. Оно себя включает УЗИ, оно себя включает обследование шейки матки и, в принципе, сдачу основных анализов, то есть мазка. То есть раз в год, в принципе, достаточно? Раз в год достаточно при отсутствии какой-то патологии. Если есть какая-то патология, то период наблюдения может учащаться. То есть вот на этих УЗИ и так далее проявляются как раз все болячки, которые нужно устранять? Ну да, это осмотры гинеколога, это проведение ультразвукового исследования и это лабораторные исследования, которые позволяют оценить клеточный состав, скажем так, шейки матки. А какие чаще болячки всплывают? Что более распространено? Ну, в принципе, гинекологическая патология чаще всего проявляется какой-то симптоматикой. И если пациентка чувствует себя хорошо, то достаточно проведения вот этого обследования, чтобы просто провести как бы скрининг, то есть стандартное обследование. И уже потом на УЗИ может быть выявлена какая-то скрытая патология. Это могут быть, например, кисты яичников, миома матки, которые достаточно часто встречаются вообще с пациентом. И что вы делаете? Какие-то операционные методы или как это лечится? Да, если необходимо, то проводится оперативное лечение. Ну, кисты яичников, например, могут быть функциональными, могут быть патологическими. Функциональные кисты пропадают в течение 1-2 цикла. Если киста не пропадает в течение 1-2 цикла, она должна быть прооперирована. Миома матки тоже зависит от размеров. Если размер узла маленький, за ним можно понаблюдать. Вот здесь период обследования, он учащается. То есть раз в полгода необходимо приходить делать УЗИ. А если размеры уже превысили определенное значение, то там уже необходимо оперативное вмешательство. Насколько страшно и долго проходит операция, и потом какой-то после неё цикл лечения? Ну, если раньше, например, проводились полостные операции большими разрезами, да, то сейчас практически, ну, даже не практически, все гинекологические операции могут быть проведены лапароскопически. То есть через небольшие разрезы делаются три разреза, в них вводится инструмент разрезы по сантиметру. Плюс сейчас мы даже эти разрезы потом после операции не зашиваем, а клеем заклеиваем. То есть их не надо никак обрабатывать, с ними можно купаться под душем. У нас пациентка прооперировалась, и в прошлом году в Таиланд улетела вечером после операции. А с чем связано, что раньше делали полостные операции с большими разрезами, сейчас с маленькими разрезами? Врачи стали добрее? Развитие технологий. А, я думал, все-таки эмоциональная эволюция человека. Нет, это на самом деле очень здорово и важно для любой девушки. Такой вот вопрос, если все-таки обнаружена какая-то патология, девушка еще не рожала, как дальше? Вот есть шанс? Ничего страшного, нужно устранить эту патологию. В принципе, если нет никаких дополнительных, скажем так, отягощающих условий, то в ближайшее время после операции возможно планирование беременности. Это не проблема. Ну, мы вот с каждой секунды, мне кажется, убеждаемся, что технологии шагнули настолько далеко, что, в принципе, починить человека можно... Мне кажется, скоро будут такие небольшие кабиночки, как ремонт обуви, только ремонт человека. Главное, обязательно, друзья, следите за своим здоровьем и посещайте, узнавайте. И нужно выявить, наверное, все лучше на первой стадии заранее. Естественно, конечно. Быть здоровыми. Спасибо, что пришли, спасибо, что успокоили, что все будет хорошо. Особенно меня, я так переживал, так переживал. Женатый человек, конечно, переживал. Спасибо большое, Алексей, что пришли к нам. А сейчас посмотрим подробную информацию, где и куда обращаться. Широчайший спектр услуг, позволяющий решить многие проблемы в области женского здоровья. Клинический госпиталь ИДК. Самара, Волжское шоссе, 70. Коль, скажи, пожалуйста, кем ты хотел стать, когда вырастешь? Снежным барсом, президентом, космонавтом и дальнобойщиком. Мне кажется, ты еще не вырос, тем более, что подлили возраст с детства до 30 лет. Я, правда, не помню, сколько тебе, но это не важно. Друзья, родители, которые не знают, чем занять деток на выходные, как развлечься. И самое главное, узнать, кем же они будут в будущем, можно, посмотрев следующий сюжет. Настала пора летнего веселья. Уникальные авторские программы для любого события здесь, в детском городе. Дни рождения, выпускные, праздники для ваших детей превратятся в увлекательные шпионские страсти. Удивительное открытие на научных станциях, расследование преступлений, которые можно раскрыть только если детки становятся настоящей командой полицейских и спасателей. Детским садам и школам, которые придут на празднование окончания года, приготовлены сюрпризы, как и именинникам. День рождения классный, все понравилось и развлечений очень много. Может тебе понравится любая работа, и ты можешь стать таким же будущим. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать поваром. Ты решила здесь, именно в этом городе? В детском городе можно находиться весь день. На входе ребенку сразу выдают паспорт. Здесь малыши становятся совсем взрослыми и в игровой форме познают мир. Ходят на работы, получают зарплату и сами распоряжаются своими деньгами. В эпоху всевозможных гаджетов очень важно живое общение со сверстниками и наставниками. А за детками от 4 лет присмотрит опытная космо-няня. Я бы с удовольствием сама прошла несколько уровней, потому что действительно очень интересно и, немаловажно, познавательно. Я люблю наблюдать, как дети познают новые профессии. И, наблюдая за ними, я понимаю, к чему они тяготеют. Я, как многодетная мама, могу приехать сюда, оставить детей и спокойно посидеть в кафе, попить кофе в тишине. Спасибо за такую возможность. Современные родители расписывают будни своих чат по минутам. В детском городе уверены, что счастье малышей в их детстве. Встречи с друзьями и мурашки от всего нового, безудержное веселье и мучительный поиск решений. Именно в состоянии детского счастья и свободы ребята смогут постичь невероятно много. Познавать тонкости разных профессий помогают специально оборудованные станции, максимально приближенные к реальному миру. Родителям больше не надо ломать голову над тем, как их дети проведут лето. Объявляется набор в детский летний лагерь с полезной программой. Путевка в лето – это и игры на свежем воздухе, четырехразовое полезное питание и интересные мастер-классы. Здесь каждый день новые открытия, каждая летняя смена неповторима. Она включает в себя познавательные экскурсии, квесты, увлекательные мастер-классы и встречи с интересными людьми. А в конце сезона все смены будут приглашены на настоящую вечеринку. Китспейс – это город, где через интересную игру ребенок узнает о мире и профессиях с уникальными авторскими программами. Это незабываемые дни рождения целой горы друзей и новых открытий «Аврора Мол». Друзья, вот и подошел к концу наш эфир. Я еще раз хочу поздравить всех предпринимателей с праздником. Снежных барсов, кстати, тоже. Одевайтесь по погоде, друзья. Если вы вдруг снежный барс, не забудьте скинуть шубку, чтобы было не так жарко летом. Да, друзья, всем апельсиновым настроением и не забывайте фотографироваться. Коля обычно не любит за это делать, но я, все девочки, я призываю вас, а у Самара хэштег, вы попадете к нам на телеэкраны. Ну и, конечно, не забывайте участвовать в нашем конкурсе в группе ВКонтакте. Условия обозначены там же. Я думаю, что вы не заблудитесь и не запутаетесь. Мы на этом с Леной с вами прощаемся, но программа на этом не заканчивается. Впереди наша новая рубрика «Крылья таланта». Посмотрим. А мы пошли готовиться к лету. Народная мудрость гласит все лучшее детям. Современная детская мода – это вполне самостоятельный сегмент фэшн-индустрии. Ни один именитый дизайнер не упустит возможность выпустить коллекцию стильных новинок для мальчиков и девочек самого разного возраста. Попробовать себя в роли профессиональных моделей смогли участницы первого детского реалити-шоу «Крылья таланта». Участие в этом проекте – уникальная возможность для непрофессиональных моделей оказаться на подиуме и испытать свою минуту славы в роскошных модных нарядах от ведущих брендов и дизайнеров. Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. В течение месяца под чутким руководством педагогов и профессиональных стилистов девчонки активно готовились к своему первому показу на большой сцене. Постигали азы фотопозирования, оттачивали навыки дефиле, занимались актерским мастерством, изучали стилистику и основы макияжа. Пришла пора сдать первый творческий экзамен. Девочкам предстояло выйти на импровизированный подиум в рамках гала-концерта детского продюсерского центра и музыкально-хореографического театра «Искорки». Начинающие модели представили на суд зрителей два модных дефиле и множество ярких образов. Мне нравится быть моделью. Я люблю примерять на себе разные образы, фантазировать и выступать на сцене. Я считаю, главное в проекте участие, но и победа тоже важна. Я желаю всем участникам удачи! Открытием программы стал показ вечерних платьев. Наряды – дело рук работы дизайнера Александра Корлан и модельера Ирэн Мишель. Платья как драгоценность. В коллекцию вошли изысканные вечерние и коктейльные платья, изготовленные вручную. Дизайнеры сделали ставку на классическое понимание женственности. Приталенные силуэты, пастельные оттенки, натуральные ткани. Каждая девочка словно принцесса. Гармоничным дополнением образа стали профессиональный макияж и вечерние прически. Подготовка к показу началась за три часа до начала. С нами работали визажисты, стилисты, мастера своего дела. Нам делали прически и макияж. Мне было очень интересно и увлекательно. Эмоции, конечно же, были самые яркие и красочные, но волнение присутствовало при выходе на сцену. Я считаю, что такие образы, как в первом показе, хотела бы примерить на себя каждая девчонка. Вторая часть показа была посвящена лету, теплу, каникулам и городской моде. Девочки продемонстрировали зрителям яркие джинсы и брюки, платья и сарафаны, нарядные футболки с аппликациями, модные куртки и жакеты. Второй образ стилисты и визажисты проекта сделали более свободным и смелым. Чуть растрепанные прически, яркие цветные стрелки, блеск для губ. Мне больше нравится второй показ «Кэжул». Мне он больше нравится, потому что он более подвижен, больше там эмоций. Я такая по жизни вся. Но первый показ мне тоже понравился, потому что можно было себя почувствовать маленькой принцессой. Получился целый спектакль и результат совместного труда театра моды и детей. Идеи рождались в процессе творческого общения и теплой дружеской атмосферы. Мне очень нравится фотографировать и позировать. Я хочу стать будущим телеведущей или моделью. Для этого я пришла на проект «Крылья талантов», чтобы реализовать свою мечту. Я желаю всем участникам этого проекта удачи и победы. Я думаю, что каждый успешный артист должен обладать коммуникабельностью, быть внимательным. У него должны быть хорошо развиты ораторские способности, и он должен любить то дело, которым он занимается. В финале реалити-шоу лучшим девочкам можно рассчитывать на участие в рекламных фото- и видеосъемках, показах одежды и причесок, выставках. В общем, «Крылья таланта» открывают безграничные возможности для одаренных детей. Каким творческим профессиям девочкам еще только предстоит научиться, узнаем в следующем выпуске рубрики на телеканале «Скат-Тенте». Достигнуть высот мы очень хотим, На «Крылья таланта» мы в цели летим. Продюсерский центр «Ньюстар» и детская школа телерадиоведущих ТВ «Радио Китс» представляют реалити-шоу «Крылья таланта». За помощь в организации проведения съемок благодарим магазин детской одежды «Модный кит». Генеральный спонсор программы «Строительная компания «Град». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова